МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В ночном клубе Бурнаула умерла девушка. Одна из версий отравления ядом. В Заринске сегодня открывают кожевенный завод. Это третий резидент территории опережающего развития. Жительница Бурнаула выиграла в лотерею ее приз миллион рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следствие выясняет причину смерти 19-летней жительницы Бурнаула. Она скончалась в одном из ночных клубов города. По словам очевидцев, девушке стало плохо, но, несмотря на оказанную первую помощь и помощь врачей, спасти ее не удалось. По предварительной версии, причиной смерти может быть отравление ядом. Следствие не обнаружило в крови девушки запрещенные вещества. Назначена дополнительная судебная экспертиза. СМИ сообщают о трагической гибели солдата-срочника из Бийска. Известно, что парня придавило стрелой крана. Он проходил службу в поселке Мирной Кировской области. Пока в военном следственном управлении не комментируют эту информацию. Факт гибели срочника подтвердили только в Совете солдатских матерей России. Идет расследование. Трагические случаи с алтайскими военнослужащими происходили ранее. В феврале в военной части Алейска погиб контрактник. Сообщалось, что его раздавил танк. В прошлом году в алтайской больнице скончался срочник, который получил 70% ожогов тела во время учений. А летом 2017 года в Крыму повешенным обнаружили парня из Миногорского района. Продолжаем выпуск. В пригороде Бурнала появились мусорные контейнеры. Раньше мешки в поселках просто выставляли у частных домов, а машина забирала их раз в неделю. Теперь антисанитарные привычки уходят в прошлое. Вот только многие главы сельсоветов новому методу не очень рады. Что пугает чиновников, расскажем далее. Теперь никаких мешков вдоль улицы. Подрядчик регоператора «Экокомплекс» установил в поселках Центральной Бельмесёво, Ягодной, Сибирской долине и селе Лебяжем 33 мусорных бункера. Раньше вывоз мусора осуществлялся бестарным способом. Ну, это машина ехала и от каждого дома забирали пакетики с мусором. Собаки рвали пакеты, ветром разносило мусор. Плюс в зимнее время не всегда можно было подъехать. Раньше, чтобы бестарным способом обслужить только село Лебяжье, у специалистов компании уходило 12 часов. Теперь с бункерами всего два. Вместо одного раза в неделю, как раньше, забирать мусор будут ежедневно. Этот, как и другие плюсы метода, должен облегчить жизнь людей. Но вот ответственность за содержание мусорной площадки в таком случае ложится на муниципалитеты. Многих глав сельсоветов дополнительные обязанности пугают. На встречу прогрессу идут не все, но есть чиновники, которые идут люди на встречу. У нас ежедневно осуществляются рейды по утрам и каждый четверг, то есть чисто четверги. Смотрим за благоустройством контейнерной площадки, ну и за чистотой вокруг. Ну то есть есть люди, которые будут следить за состоянием вокруг? Конечно же, это специалисты администрации. В тариф регионального оператора расходы на приобретение контейнеров не заложены. Поэтому компания «Механизатор» приобрела их за собственные средства. Это более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Ирина Корчегина, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в Заринске официально запускают в работу еще одного резидента территории опережающего развития. Там наконец-то открылся кожевенный завод. На торжественном запуске «Русская кожа», именно так называется предприятие, работают мои коллеги. Передаю слово Валентине Аскировой. Завод «Русская кожа» оснащен самым передовым высокотехнологичным оборудованием. Современным комплексом очистных сооружений, что гарантирует производство экологической продукции без ущерба окружающей среды. Инвестиции в проект составили свыше 2 миллиардов рублей. В месяц на «Русской коже» будут перерабатывать 600 тонн шкур. А объем выпуска кожевенных материалов составит 100 тысяч квадратных метров в месяц. На предприятии будет работать 200 человек. Сейчас здесь трудится 58. Они будут выпускать кожу для обуви, одежды, машин и даже авиации. Подробнее о новом градообразующем предприятии расскажем в ближайшем выпуске. А пока к другой теме. Алтайские депутаты внесли свои предложения в проект краевого бюджета на следующий год. Главный финансовый документ обсудили руководители фракции АКЗС и губернатор Виктор Томенко. По проекту бюджета большая его часть 70% пойдет на социальную сферу. Причем предусмотрено повышением РОД до 12 с лишним тысяч рублей. Примерный уровень дефицита бюджета не должен превысить 6 миллиардов рублей. Окончательные цифры озвучат позже, когда станет известен размер федеральных дотаций. Проект краевого бюджета рассмотрят в парламенте. Затем его вынесут на общественные слушания, а в конце месяца на сессию АКЗС. Участники отметили, что подобное широкое обсуждение будущего бюджета происходит в Алтайском крае впервые. Губернатор предложил эту практику использовать в полной мере, но разумно. Представителям разных категорий наших жителей, разных общественных объединений, разных интересов, может быть, даже бизнеса и так далее, дать возможность высказаться, чтобы чем больше пакет предложений, тем нам понятнее, с чего выбирать, на чем остановиться и так дальше. Я хочу сказать, что несмотря на эти все обсуждения, несмотря на большое количество предложений, выбирать нам все равно придется, потому что объем наших с вами ресурсов, он ограничен. Были и конкретные предложения фракции. Так, единороссы выступили за повышение окладов бюджетникам, бесплатное питание в школах для детей с ограниченными возможностями, а также за создание программы ремонта памятников Великой Отечественной. Справедливо, росы напомнили о поддержке спортивных школ, коммунисты предложили назначить выплаты детям войны, а представители ЛДПР просто поддержали новый открытый формат обсуждения бюджета. Подвели итоги ремонтных работ и наметили планы на следующий год. Группа компаний «Росводоканал» впервые провела крупную встречу с поставщиками и партнерами со всей Россией. Что уже сделано и что предстоит, расскажет Полина Жданова. На переговоры с представителями «Росводоканала» в Барнаул приехали больше 20 подрядчиков из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Они обсудили пути будущего сотрудничества. «Росводоканал» – это крупнейшая компания, которая по 2020 год осваивает более 50 миллиардов рублей по группе компаний. За 2019 год у нас в планах уже освоить более 4,5 миллиардов. Мы заинтересованы в привлечении новых подрядчиков. У нас есть достаточное количество местных подрядчиков, надежно с кем мы давно работаем, но тем не менее у нас планы на увеличение масштабов модернизации наших объектов. Нам нужны новые подрядчики, в том числе и из других регионов, с которыми мы могли бы успешно сотрудничать. На ремонт сетей и сооружений Барнаульский водоканал в этом году потратит гораздо больше средств, чем в предыдущие годы. Это около 660 миллионов рублей. На 2020-й планы еще масштабнее. Поэтому группа компаний планирует привлекать больше партнеров. Для нас, как администрации города, конечно, все это направлено в первую очередь на улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Но если говорить о подрядных организациях, которые сегодня будут на этом мероприятии участвовать и присутствовать, то это внедрение новых технологий, которые также, помимо того, что помогут повысить качество предоставляемой услуги, они смогут снизить неудобства при производстве работ по перекладке линейных объектов или при создании новых линейных объектов. Главный акцент следующего года – реконструкция и ремонт канализационной системы и улучшение очистки воды. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Жительница Барнаула Людмила Корыткина стала победителем русского лото. Она выиграла миллион рублей. Женщина уже придумала, куда потратить деньги. Она решила восстановить здоровье и отдохнуть на море. Кстати, играть в лотерею – это семейное увлечение. Людмила обычно покупает билеты, а муж смотрит трансляции. А победительнице известно, что она любит ухаживать за садом и занимается рукоделием. К примеру, этот шарфик она связала сама. В Камни-на-Аби провели целую операцию по спасению кота. Хвостатый покорил опору ЛЭП, а в итоге больше суток провел на электрическом столбе. Очевидцы говорят, что кот мяукал и звал на помощь. После того, как в диспетчерскую Каменских МЭС поступил звонок, на спасение животного выехали энергетики. Кота спасли. Покорителя вершин забрала себе домой местная жительница. На этой приятной новости завершаем выпуск. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова